По электросети у меня всё в идеале. По отоплению, я вам скажу, что лучше всё равно не придумаешь. Полтора года назад, на 1 мая 1996 появилось электрическое отопление. Дом стал первооткрывателем в этом районе. Хозяин супругой рискнули и не прогадали. Устали от вечной грязи и пыли. Теперь современный КЗУ установлен практически у всех соседей в округе. Плюсов у оборудования много. У нас дома, когда твёрдотопливное, это мы торцом топили, ну, брикетом. И было очень-очень, запах шёл. И я вам скажу, что не отмыть ничего было. Вот даже дверь белая там, что, всегда было какой-то, ну, проблемы были. То сейчас этого ничего нет. Надо, ушли из дому, отключили, а спасали на самую низкую, чтобы, ну, только. Пришли домой, полчаса уже в доме тепло. Электрокотлы, в отличие от других, более экономичны, безопасны и бесшумны. Подключение недорогое и простое. За счёт компактных размеров и небольшого веса отдельное помещение не нужно. Ящик вешается практически на любую стену. Монтаж допускается даже в жилых комнатах. Обязательные пункты при установке, проверка тех возможностей, разработка проекта и подключение к электросетям. В первую очередь гражданин должен ознакомиться с тарифной системой. То есть выбрать, по какому тарифу он хочет у себя организовать. Всего в Беларуси три тарифа. Но самый такой оптимальный – это вот тариф для бытового, ну, бытового сектора, можно квартир, которые не обеспечены центральным газоснабжением, центральным отоплением, должны иметь отдельный прибор учёта для отопления, ну и сеть соответственно. Электрические котлы просты в эксплуатации, что самое главное – экологичны. Не нуждаются в регулярном обслуживании, дорогостоящей чистке, постоянной закупке топлива. В этом году заявку на подключение подали более 300 горожан. В прошлом – свыше тысячи. За консультацией можно обращаться в сервисный расчётный центр по Минской, 96. Телефон – 78-82-49. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.